Дед Еремей Дед Еремей Епископ Суздальский Жил святой в начале XIV века в Киево-Печерской лавре, где совершал иноческие подвиги. Много лет прожил он бок о бок со своими братьями, только душа его тяготела к уединению. И, наконец, с благословения настоятеля инок покинул лавру. Долго странствовал он по земле русской. И вот недалеко от Нижнего Новгорода выкопал себе пещеру, да и поселился в ней. Только отшельничество продлилось недолго. Вскоре к святому потянулись другие искатели безмолвия. А когда возле Дионисия собралось достаточно подвижников, основал он монастырь в честь Вознесения Господня. Своей святой жизнью, полной подвигов и исполненной любви ко всем, рассудительностью, кротостью, он завоевал к себе всеобщее уважение. Слава о святом старце разошлась далеко, ведь заботился он не только о братьи, но и обо всем русском народе. В 1374 году святой Дионисий был рукоположен митрополитом Алексием сначала во епископа Суздальского, а затем возведен в санархиепископа. Святитель был ревностным борцом за чистоту православия. Он много сделал в борьбе против ереси стрегольников. За заслуги свои перед русской православной церковью был архиепископ Дионисий возведен в Константинополе митрополитом всея Руси. Но, возвращаясь на родину, был схвачен архипастырь князем литовским, правившим в Киеве, и брошен в темничное заключение. В постоянной молитве, да в сердечном сокрушении, так и скончался святитель в заточении. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Давида, Тихона, Ивана, Яна и Георгия. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!